Сегодня у нас один из самых необычных выпусков на канале, потому что мы приехали в новую страну, чтобы через нее рассказать о том, как история Польши пересекается со многими странами и найти могилу наших предков, польского дворянина. Мы с Сашей приехали в Литву. Наша фамилия Крогжда, и именно здесь начинается ее история. Так как эта история все-таки Сашина семьи, то вести этот выпуск будет он. Поэтому лайк, подписка и поехали! Привет! Как уже сказала Лена, этот ролик будет посвящен тому, как я ищу свои польско-литовские корни. И я надеюсь, что этот ролик будет интересен тем, кто в принципе занимается поиском своей родословной, у кого родословная связана с историей Польши и Литвы. И еще одна причина, по которой я хотел снять этот ролик, это потому что сейчас, когда в мире идет война, когда такая большая нестабильность, мне хотелось переехать в место, откуда появился мой род, снять какие-то важные для себя места, чтобы они остались в некой такой памяти. И второй момент, так как мы сейчас находимся в Литве, как я узнал из последних данных, могил одного из моих польских предков находится где-то здесь, в Литве. И надеюсь, что в этом ролике нам удастся его найти. В общем, наша поездка в Литву началась с города Биржай. Это город на севере Литвы, в котором, собственно, есть Костел. И в этом Костеле крестили моего прапрадедушку. И вообще, сам город Биржай, это такой небольшой город на, наверное, 30 тысяч жителей. Он находится в таком регионе, который называется Аукштайти. И что интересно, вот, допустим, мои предки все, они как бы Аукштайты. Интересно, что есть даже какое-то антропологическое исследование о том, как, в принципе, должны выглядеть вот эти населения вот этой Аукштайти. И вот если взять фотографии моих предков, собственно, и меня, то видно, что мы на самом деле подходим под антропологическое описание этих самих Аукштайтов. Это люди с таким, ну, достаточно выраженными формами лица, удлиненным там носом, глубоко посаженными низкими там глазами. И, в общем, все мои предки, я достаточно на это похожа. То есть мой прапрадед был рожден в этом костеле в 1848 году. У меня даже метрика есть, которая была записана в этом костеле. И когда ты, собственно, заходишь в это место, ты думаешь, блин, прошло там, не знаю, 150-170 лет. Как бы я здесь снова оказываюсь, это вообще, типа, вау, классно. Я не знаю, какие тут правильные слова подобрать. И сейчас я в первый раз вообще приезжаю в Биржай летом. И это какое-то такое вообще классное, интересное место. Здесь так красиво, все так ухожено. Вокруг этого костела такие красивые дорожки. Это озеро, которое его окружает. Это место становится не просто красивым и каким-то таким волшебным. Оно становится прямо именно какой-то наполненной историей твоей семьи. Это прям очень круто. Да и вообще, знаете, даже без истории какой-то на моей семье, почему это должно быть вдруг вам интересно, это место, в принципе, очень классное. Тут есть очень красивое озеро Шервенос. На нем нельзя ездить на моторных лодках, потому что это как такой заповедник. И там все рыбаки ездят на таких лодочках с веслами, и там аккуратненько, тихо рыбачат. Там вообще так тихо и аккуратно, что, блин, это очень красиво. Важная вещь, которую нужно к всему-то добавить. Сам мой прадед, он не родился в этом биржае. В этот биржай его привезли именно для того, чтобы его крестили. А родился он в небольшом хуторе, буквально там, не знаю, в часе ходьбы от самого биржая. И сейчас мы как раз в ту сторону и направимся. Ну, собственно, мы от этого костела двинулись в сторону хутора, где родился как раз мой вот этот прапрадед Якоб. Повторяли такой вот путь, как, наверное, мои предки несли моего прапрадеда Якова, наверное, из своего хутора, ну, собственно, в эту церковь крестить. По пути, кстати, в сторону хутора еще одно важное место для моей семьи находится. Это поместье Ташкевичей. Я не знаю, ну, наверное, как усадьба, какой-то такой полузамок, в котором работала одна из моих прапрапрапабушек. Это я узнал благодаря еще одному исследователю нашего рода. Он как бы такой, ну, с другой как бы ветви остался. Но мы с ним никогда не виделись, никогда не общались. Он умер очень давно, но как бы вот ему удалось узнать, что одна из наших там прапрапабушек работала в этом месте. И это классно, что встречаешь какое-то место, да, там историческое, по факту, где жили какие-то графья. И, собственно, там, ну, твои предки работали какими-то крестьянами, не знаю. И вообще это место такое очень необычное, волшебное. Там хорошая, красивая набережная. Там ходят аисты, на которых никто не обращает внимания, блин, хотя бы это же, е-мой, аист. Видно, что в Польше, что в Литве к каким-то старым вот таким вещам относятся тоже с очень такой заботой. Потому что еще вот там несколько лет назад вот это поместье, оно было абсолютно не оборудовано, оно было в таком состоянии, как бы, ну, вроде как реставрации, все закрыто, но ничего как бы не делалось. А вот сегодня мы приехали, и там реально все делается. Сделали набережную, сделали этот замок каким-то более таким красочным, что ли, красивым. Ну, видать, отреставрировали стены. Классно, когда место, которое как-то относится к твоей семье, реставрируется не за твои деньги. Это прикольно. Вообще, очень здорово видеть эти места, которые, как бы, кажутся просто какими-то историческими, но при этом, когда они становятся частью, как бы, твоей истории, это вдвойне круто. Дальше от этого поместья, от этой усадьбы, начинается такая длинная дорога до самого хутора. Что интересно, вот, допустим, мне сразу бросается разница между Польшей и Литвой, о том, что вот прям есть какие-то такие открытые поля или, как сказать, ну, вот, пространства. Потому что в Польше обычно все очень плотно, все очень плотно застроено везде, дома рядом с друг другом, люди как-то близко живут. А в Литве, наоборот, как будто вот люди живут как бы подальше друг от друга. То есть хуторы достаточно друг от друга такие далеко. Это прям такая, ну, вот, первая разница, которая прям заметна, не знаю, во всяком случае, с Малой Польшей, вот где мы живем, это прям очень заметно. Вот мы, наконец, дошли до этого хутора Леглюкей, Леляглюкей, Леглюкей, я не знаю точно до сих пор, как это произносится. Много раз спрашивал, но, мне кажется, каждый раз забываю. Что интересно, я узнал это от сотрудников музея, Краеведческого музея, который занимается вот этим регионом, собственно, вокруг Биржая, о том, что, оказывается, в этом хуторе Леглюкей жило два, как бы, таких рода. Оба из них, что интересно, были как раз в Крэгжде. Это вот моя фамилия Крэгжда, от этого, собственно, и произошла. И оба этих рода жили, как бы, по две стороны от одной главной улицы. И вот, собственно, на видео с дрона это, как бы, хорошо видно. И мои предки жили, прям мои прямые предки, жили с левой стороны от этой улицы. Род, с которым я сейчас там общаюсь, и который тоже является моими дальними-дальними родственниками, жили с правой стороны. И вот к ним в гости мы как раз и пришли. Крэгжде, это значит, ласточка. На литовском очень много людей в те времена называли именно, ну, то есть давали фамилии именно по каким-то животным, потому что был густой лес вокруг, и, типа, разные многие животные тут обитали. И, собственно, ну, моему роду досталась у Мелия Крэгжде. Дом со мной, это дом одних из потомков, каких-то моих дальних-дальних там родственников, я не знаю, на уровне пра-пра-пра-пра дедушек и бабушек, мы с ними родственники. Я все время пытаюсь осознать этот момент, что здесь, типа, жили мои предки, но каждый раз как будто не могу его осознать именно вот конкретно в этой точке. А когда уезжаю и смотрю на Литву там по карте, мне кажется, о, блин, нифига себе. А потом приезжаю, такой думаю, ну да, прикольно. И как-то вот это постоянно какой-то неконтакт у меня с одного с другим. Осознать не можешь. Да, да, да. Вообще, я всем тем, кто занимается историей своей семьи, генеалогией, советую найти какую-то вот прям географическую точку, которая была как бы так бы связана с вашим родом и куда вам было бы приятно приезжать. Это может быть вообще любое место. Это может быть какой-то город, это может быть какое-то село, деревня, может быть, это даже кладбище. Со стороны моей семьи там, литовской практически никаких могил не осталось. То, что есть вот это место, село Леглюкей, мне как бы это очень приятно, что там есть какие-то люди, которые всегда меня ждут. В этом мире, в таком неспокойном, где идет война, хочется, чтобы было такое место, которое вот как будто бы заморожено во времени и пространстве, и туда можно приехать и получить какое-то вот такое тепло, доброту, и это прям классно. Поэтому, если там вы занимаетесь историей своей семьи, помимо каких-то имен, каких-то, не знаю, там, фамилий, дат, событий, найдите какие-то географические точки, которые были бы связаны с вашим родом. Это классная вещь и это классное чувство. Еще одно место, из-за которого я часто приезжаю в Литву и Вильнюс, это, собственно, место, где уже был рожден мой прадед. То есть не прапрадед, как вот в случае биржи, а именно прадед. И в Вильнюсе сохранилось место, церковь, собственно, где его крестили. Что интересно, оно находится недалеко от другого места, где уже работал отец моего прадеда, то есть вот этот прапрадед, который как раз родился в бирже. Это улица, собственно, где он там, он работал там в почтовом отделении и это классно так пройтись по этому месту. Ты понимаешь, что, блин, вот он здесь ходил, а потом приходил сюда, а здесь его сын рождался. И как бы ты такой, вау, типа все настолько хорошо как бы сохранилось. Это вообще, ну, круто, что вот такие места остаются. Еще одной важной частью нашей поездки в Литву было то, что я все-таки искал свои польские корни. У меня же все-таки карта поляка, но единственное, что я знаю о своих польских корнях, это то, что, собственно, было написано, что они поляки. И все. И больше никаких данных у меня не было. Я про это рассказывал в прошлых роликах. Недавно, там, ища в интернете какую-то информацию, я наткнулся, что в Вильнюсе есть польское кладбище. Да, я об этом узнал спустя почти что восемь лет после того, как начал изучать историю своей семьи. Я решил в этом архиве найти имя одного из своих польских предков, которое мне было вот точно известно. Я набрал там имя Антон Давнорович. Это отец жены моего прапрадедушки, про которого вот в самом начале мы говорили, он родился в Биржае. Я знал его имя, я решил вбить его в цифровом архиве, написал, и оп, и архив выдает мне найденную запись, что там был, есть похоронен там вот Антон Давнорович, и, собственно, по годам, он, собственно, должен был быть это он. Я решил, что, значит, надо мне посетить это место, надо найти эту могилу, увидеть ее. Удивительно, что в этом цифровом архиве были фотографии практически ко всем могилам, но только не к этой. Блин, там были все Давноровичи, которые еще встречались в этом кладбище, они все были и могилой, там было что-то подписано, а вот именно мой предок не был, ну, кроме имени, ничего не было. И, собственно, мы имели координаты этой могилы, и решили с Леной поехать на это кладбище и найти моего предка. Вот она. Это она? Да. Ничего себе. Тут что-то написано? Да. Антония должна была. Реально мы нашли? Да. Это. моего прадеда, дед, мой прадед, который родился в Вильнюсе. И оказался в Новосибирске. И оказался в Новосибирске. Вот. Он родился в Вильнюсе в квартире родителей своей мамы. А мама Давноровича. Мама Давноровича. Мария Леокадзе Давноровича. И отца Марии Леокадзе Давноровича звали Антон Давнорович. И вот это могила Антона Давноровича. То есть это дед моего прадеда, то есть мой пра... пра... прадед. И, возможно, это твоя, получается, как бы польская сторона, раз, ну, Довнорович, а это польское кладбище в Литве. Да, да. Вообще, важно понимать, что история Литвы и Польши, она очень честно между собой переплетается. Условно, Речь Посполитая — это как бы государство, которое было создано из объединения Литвы и Польши. Так как эта история очень сильно переплетается, этих двух стран, она и в моей семье также плотно переплетается. Потому что, опять же, у меня вот карта поляка, но и то, что мои предки поляки я знал только по записям. У меня не было именно никакой информации о своем роде. И то, что я нашел эту могилу, это для меня вот как некая такая новая страница в изучении моей семьи и моего рода. Если я ничего не знал, а тут у меня наконец-то появилось прямо место, куда я могу приехать. И, как бы, вот тут как бы похоронен один из моих предков. Не знаю, ну, может быть, для кого-то это нормально, но мне кажется, что, типа, это круто. Это, знаете, было состояние, как будто ты нашел какой-то клад. Как будто тебе там отметили точку на карте, вот, иксом, что вот здесь можно что-то найти. Ну, по карте ходишь, смотришь и такой, оп, и нашел. Типа, вау. Очень события сейчас сильно переклюкаются с событиями прошлого. Потому что вот мой дедушка, он родился в 1926 году. В 1932 году он уехал из места, где он родился. А это было место на границе тогдашней Польши, Литвы и России. Ему было 6 лет. Он рассказывал, что единственное, что он помнил, что вот он, его отец, его там семья, мать, они уезжали. И он стоял на вокзале. И на этом вокзале была еще его тетя. Ну, как я понял, это была сестра моего прадедушки. Они разъехались в разные стороны. Она уехала в Польшу, а они уехали, ну, как бы в Советский Союз. У них был конфликт на фоне какой-то вот именно политической ситуации. Потому что, как он помнил, она сказала ему, что из разряда того, что мы с вами больше никогда не сможем общаться. Потому что вы какие-то другие. Ну, я не знаю, конечно, что это тогда произошло. Но я понимаю, что мой род тогда перестал между собой общаться из каких-то вот таких, может быть, политических убеждений. То же самое, что как будто вот в моей семье оно отчасти происходит, как будто и сейчас. Эти события, они как-то делят людей. И потом, ну, ты остаешься как бы без какой-то вот этой части. Ну, то есть, и я сейчас понимаю, что, по словам дедушки, что, скорее всего, есть какая-то часть рода, там, вот, достаточно близких своих родственников, которые уехали жить в Польшу. Я про них ничего не знаю. И они не общались друг с другом только потому, что, возможно, они не поделили какие-то политические взгляды между собой. Ну, потому что как люди могли уехать совершенно две разные, ну, просто по идеологиям и по, ну, две разные совершенно страны. То, что я могу хотя бы по кусочкам хоть что-то собрать, мне кажется, какой-то важной вещью. Как будто я условно их между собой примеряю. Ну, может быть, какой-то мир наступает в этой каком-то конфликте. Поэтому, мне кажется, это важно этим заниматься. Как я уже сказал, ролики про то, как это все делать есть на канале. Спасибо вам. Подписывайтесь, ставьте лайк. У нас есть спонсорство. Можете поддержать нас на Патроните. Можете здесь, на Ютубе. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.